Мы изначально настраивались на генеральную классификацию, мы настраивались на победу на этапе. Я до этого заявлял, что хорошее выступление для Юры Тропилом будет десятка, отличным выступлением будет пятерка. Два дня назад мы думали, что это будет отличное выступление, но поеду не получилось. Я еще Юру пока не видел сегодня, но я думаю, что вчерашний кризис он так, наверное, не прошел бесследно. И не удалось человеку восстановиться. Но тем не менее, я считаю, что наше выступление хорошее. На логове служит этап. Мы прикрывали очень, точнее, участвовали во моих отрывах. Наша майка была практически всегда в стране. И наши задачи справились. Какой у Кирилл у вас выступление, или Нура? Все-таки его первые, Джир, и так, столь и салютом служили. Или планируешь он так? Ильинур вообще в этом году, я считаю, раскрылся, как такой хороший многодневщик. И даже, может быть, где-то отчасти из претензии, он играл сухой. Конечно, он молодой, у него мало опыта. Все понятно. То есть этот счет, как говорится, то бриллианты ему еще далековато. Это просто пока алмаз, который оказался в нашей команде, который надо еще точить, обтачивать. Но я думаю, что в этом году он показал то, что на самом деле, на что он может, или на что он, так сказать, заточен. Наша задача, все-таки, попытаться человека этого развить, попытаться сделать из него нормального, матерого, профессионального гонщика. Я думаю, что через год-два он уже четко будет знать, какую категорию он будет. А какие главные качества для многодневщика, на Ваш взгляд? Разделка и гора. Ну и, соответственно... Держать темп? Нет, разделка и гора, и плюс трехнедельная выдержка, скажем так. То есть организм должен быть устойчивым. У него задатки есть? У него есть разъемка, у него есть гора. На устойчивости, я думаю, что мы должны работать. Но то, что он вчера, в принципе, хорошо ехал, сегодня хорошо ехал. Говорит о том, что человек трехнедельный тур, и гонки он может держать. Сильно рисковали, когда сделали ставку все-таки на российских гонщиков в этой джиро? Потому что большую часть именно россияне составляют. Ну, послушайте, у нас... Это не то, что риск, это так у нас получилось, так сложилось. Дело в том, что у Уэльта у нас будет такой смешанный состав. Возможно, в нем будут принимать участие именно кандидаты на групповую гонку чемпионата мира. Ну, так за основу возьмем. А именно в Дуду Франции то, что нам надо показывать максимально лицо команды. То есть мы не можем выпустить не Укуриды, не Кристофа. И, соответственно, россияне здесь будут на вспомогательных ролях. Закарин точно примет участие в игре Баку. А кто еще из Катюши отправится в Баку на Европейский Кирпич? Значит, у нас Антон Воробьев и Закарин, они выставят от разделки. К ним потом еще добавится под групповую гонку, к ним добавится Царцевич, Черневский, Кристофов и Юра Тракина. Насколько важен вот этот нынешний сезон в свете подготовки именно к Олимпийским играм в Рио? Он очень важный сезон. Почему? Потому что мы были в Рио. Так получилось, что мы съездили туда на разведку, что называется. Мы познакомились, какая будет трасса. Мы нарисовали себе такую большую картинку подготовки. И в августе, по-моему, я не ошибаюсь, что у нас точно слова выступают в бункере по приглашению. Предолимпийская неделя, да? Предолимпийская неделя, да. И туда мы уже отправим Диму Кунышу, спортивного директора. Пока мы определяемся, какой состав. Гонщики Катюши в минимальном составе могут быть представлены, потому что у нас три программы идут в Европе и подготовка к выезду. На сервере канадских гонщиков всегда от мира. То есть нелегко будет найти гонщиков с Катюши, но тем не менее Дима Кунышев по этому директору. Это первая ступень. Вторая ступень у нас будет в декабре. Соберемся на сборе где-то на неделю до 10 дней. И будем как раз проказывать две кольца. У вас за спиной три победные олимпиады. Вообще, можно ли сказать, что это победа на играх вершина в карьере спортсмена, велосипедиста? Олимпийские игры, безусловно, это, в общем-то, предел мечтаний любого спортсмена. В профессиональной сходе есть такая особенность. Есть другая гонка, которая тоже является пределом мечтаний. Это фанкс. И, соответственно, я бы не стал ровнять эти две величины. Они каждый по-своему велики. Поэтому есть люди, которые могут выиграть эту фанкс, но не могут выиграть эту фанкс, или наоборот. Какой успех для вас, как для ген-менеджера, был бы сопоставим успехом вашим как велогонщика с выигранной олимпиадой? Ну, я считаю, что победой или тремя олимпийскими золотые медалями я, в общем-то, достиг в спортивной Корее всего, что я хотел достичь. Как генеральный менеджер, наверное, на ростель у меня, так сказать, чтобы команда выиграла Тур-де-Франц в индивидуальном зачете. Чтобы в команде были чемпионеры, чемпионы-россияния. В прошлый раз про спортивную Франц неоднозначно оценивали брусчатку в нескольких этапах, которые мы считаем, что гонщикам проехали. Я хочу вернуться к джире. Все ли у вас в школе вложить в организации, в том, как был составлен маршрут и, в принципе, как сальянс провели эту маринаду? Джир, она мало чем отличается от джир предыдущих лет. То есть, эта гонка, она такая же самая, в общем-то, по, скажем так, по напряженности, не напряженности, а именно по силовому такому фактору, это самое тяжелое, наконец-то. В Франции и Вольта они немножко отстают в этом плане. А вот в плане организации, ну, я понимаю, что гонщикам сделать все максимально возможно, но, тем не менее, джира без приключений не бывает. Ее просто не бывает без приключений. В этом году вроде как прошло все гладко, в плане, там, итоговый казус с речевбордом. Ну, маршрут этого года, он, безусловно, я думаю, что выделяется даже от прошлогодних, там, или от прошедших этапов, какой джира. Все дело в том, что в этом году, на последней неделе, саккумулирует столько горных этапов, что, в общем-то, даже начинаешь задумываться, а вообще люди, так вот, помнишь, что это вообще-то люди, ну, успели ее, что это третья неделя. Проект «Катюша» существует уже восьмой год. Как вы считаете, узнаваемость в мире есть в брендах российского? Ну, я думаю, что если... Я могу только, так сказать, выразить свою точку зрения, да, и уже опереться на мнение нашего уважаемого спонсора, Юрий Кача. И Юрий Кача говорит так, что куда бы он ни приехал, с кем бы он ни встречался, все спрашивают про его команду «Катюши». То есть это говорит о том, что на самом деле бренд, или команда настолько она популярна, и она уже узнаваем в мире, в мире, в Европе, в мире, в мире. Это уже такой мировой бренд. Вот. Что касается меня, я такого же мнения не знаю. То есть, так даже встречаешь людей на улице, которые хоть с маломастей понимают «Гелоспорта», или там немножко как-то слышишь, что это «Гелоспорт», а завтра сразу летишь. А капитализировать уже удается, узнаваем нашего бренда? Сейчас мы начали этим заниматься, вопросом. Мы пытаемся развить новое направление, и как раз такое будет коммерческое направление у нас. То есть мы не можем просто так и не использовать бренд «Катюши». То есть это та уникальная возможность, которая уже с годами развивалась, и мы точно думаем, что она заниматься коммерческой. У нас российская команда, и, в принципе, многие болельщики ждут, когда состав будет полностью российским. Ну, то есть это можно предположить, чтобы сказать еще одно или другого. Ставите ли вы такую цель перед командой, чтобы она была в какой-то момент только из российских гонщиков? И можно ли будет через какое-то время говорить о том, что она будет? Все дело в том, что если бы у нас 30 человек россиян сидел на скамейте запасных, да, безусловно, можно было бы даже об этом не рассуждать. Но мы, прежде всего, говорим о значимости команды, о видимости команды в мире, о узнаваемости команды в мире. И пока что ставка делается на таких регионеров наших, но мы видим, что уже порастается. Нур-Закалин просто. Я практически уверен, что через 2-3 года потянутся ребята из проекта «Росвелла» из других проекта. И где-то на каком-то этапе все равно будет российское. Будет россияне, которые будут преобладать именно английской позиции. То есть «Вертикаль» уже заработала, которая была создана, вот как общероссийский проект? Сколько лет этим проектам, да, сколько они там, сколько денег вкладываются сюда. И, в общем-то, последние, я скажу, там 4 года структуировано. И «Катюша», и «Усвелла», и «Китера», «Катюша», и там «Клуба Русь». То есть идет промывка таланта. Идет промывка. Безусловно, оно не может не дать никаких результатов. Это исключено. Хотел бы увидеть вот такую гонку, подобную, может быть, трем, или каком еще, на стране. Мирового тура, вот как в России многодневку. И возможно ли как-то? Ну, во-первых, надо определиться сразу с местом, где мы будем проводить. Вот осенью вы говорили, что хотели бы, может быть, когда все трясется, и в Крыму, да, провести? Я за Крым, да, но пока что у нас в Крыму, я думаю, будет сложно провести с чем. С тем, что даже, ну, логистику трудно сделать. То есть построить мост, построить нормальную переправу с Азийского берега, тогда уже, конечно, это будет совершенно другие. Другой уровень трудностей. А Сочинский регион пока не тянет? Не, на самом деле, Крымский регион, он такой более предпочтительный, именно для многодневных городов. Сочинский, Сочи это хорошо, здорово, замечательно, но там получается все равно ограничено немножко прибрежной полосой и отсутствием дорог именно в горах. Ну, там можно езжать, а потом все равно и так вот. Ваш эпатажный соотечественник Олег Киньков, глава другой российской команды, не так давно написал в твиттере по поводу фэйрплей. Ну, там прокололся Кантадор, якобы гонщики Катюши пошли в атаку, и он, так вот, как позволил себе колбаску. Давайте поставим небольшую запятую отношения Катюши и Кинькова, двух российских силокоманд, какие они сейчас, и конкретно вот эта история, обсуждали ли вы ее с кем-то стихи, или той команды, или это было просто... Ну, касаемо этой истории, на самом деле там Олег немножко передергивает, то есть, Катюша сделала свою работу, и то, что произошло в Кантадоре, это произошло после того, как Катюша поехал. Угу. Естественно, у него в этот момент не останавливается, у него в этот момент не ждет никого. Это понятно. И то, что потом там Астана оказалась, подключилась Астана, ну так получилось, они оказались рядом. Они контролируют гонку, сидели за нами. Потому что был опасный спуск, и понятно, что там было что-то непонятное. Вот. Что касается взаимоотношений двух команд, я считаю, что они нормальные, проще, нормальные. Мы привыкли к высказываниям Олега, да? Их можно оценить, их можно там дать ему какую-то оценку, но я, по-моему, не должен. То есть, каждой командой преследует свой интерес. А если бы Международный союз велосипедистов или какой-то богатый спонсор предложил генеральным менеджерам, владельцам команд провести свою гонку между руководителями, вы бы готовы были в такой гонке выступить? Генеральный менеджер? Да. Пожалуйста. Я всегда готов. Мне удается спортом продолжать заниматься. Форму поддерживать, да? Ну, да, не на велосипеде, правда, бегом, но на самом деле, если так посмотреть, генеральный менеджер команды по всей бывшей велосипедистой, разница по возрасту. Ну, я думаю, что, если туда будут всех вместе взять, то таким самым конкурентоспособным надо будет с Сашей на коже. Вот. Я там один из них. Ну, если мы возьмем, там, Лхеби или возьмем Патрика или Февра, наверное, будет тяжеловато им. И поэтому тут нельзя так это все взять как все, выставить на старт и поехать. А Тинькофф был бы конкурентоспособен? Ну, я думаю, Олег, он в нормальной форме, прекрасной. И так как восстановятся все его связки формы, я думаю, что, ну, он спортивный человек, увлеченный, человек спортом, я думаю, ему набрать форму туда большого не составляет. Скажите, в чем вы видите разницу между гонщиками вашего поколения и сегодняшними гонщиками? Есть ли она, есть ли у вас какие-то претензии, грубо говоря, как к поколению в целом, может быть? Ну, и есть ли разница вообще? Да я бы не сказал, что там какие-то претензии. Наверное, всегда старшее поколение к это претензии к молодым высказывали, да. Но можем было сказать, что гонщики там какие-то, ну, стали более хрупкие стали. Ну, нет, вот я смотрю на джиру, я смотрю на темп гонки, 25 лет ребята, гору газуют на третьей неделе, то есть нельзя сказать о хрупкости ребят. Вот, то, что поднялись там в целом контракты, планки контрактов, и, ну, наверное, так и должно быть. Жизнь дорожает, денег становится больше, спонсор дает больше денег, еще нет. А так я не могу так выразить свои претензии. То есть велоспорт, это профессиональный спорт, это тяжелый вид спорта. Каждый будет максимально относиться. То есть, если ты хочешь действовать законы рынка, хочешь удержаться здесь, должен работать. Не работаешь, свободно. Кстати, в последнее время заметно просто снизилось число всяких скандалов, да, связанных с запрещенными препаратами. Это работа Союза велосипедистов, или вообще и команды тоже свою руку, как говорится, прикладывают? Ну, я думаю, это антидопинговая политика, которая уже ведется на протяжении нескольких лет, она дает свои плоды. Соответственно, жечь и стали правила антидопинговые, жечь и стали контроли антидопинговые, биологический паспорт будет работать, значит, на ура. И, соответственно, кто в таких ситуациях и чем будет рисковать? Понятно, зачем? А как удается тренерам и докторам подготовить спортсменов, чтобы они 21 день учались, вообще 3,5 тысячи километров? Какой секрет вообще в этом? Да я не думаю, что это какой-то секрет. Человеческие возможности, во-первых, они не ограничены. То есть ограничивают это все головой. Если это все делать поступательно в жизни вообще, да, то ребенка взял и поступательно его развиваешь, он привыкает к нагрузкам, он привыкает к сверхнагрузкам, и в общем-то все это прекрасно держит. Когда вы приезжаете в Европу и видите, что